хорошо получилось подготовиться подышать я сентября дышала только было такие перерывы потому что я работаю по 12 часов а прихожу иногда и уже бывало так потом уже сначала потом уже уже легче как было внучка как теперь говорит бабушка у тебя есть секрет секретарь такие двери где приходит все равно этот демоноподобные говорит с рогами у тебя как внучечку зовут мята волшебная девочка и она мне все показывает что у меня плохо она смотрит даже не смотрит на меня на все говорить и вот пришло время потому что еще я не знала я вот только увидела эти квантовые помощники эти шарики всякие и думаю у нее спрошу что такое здесь потому что я не поняла это хорошее и плохое знаете какие бабушки и внучка говорит ой хорошие я уже давно играю с этими его собачка идет в я компьютер имею квантовый говорит в обоя игра говорю подожди ну и сначала мне еще тоже поиграла а потом думаю нет что-то не то не начала голова болеть не началась сон нити я без силы осталась на работе что-то плохо не думаю что то не то и мне пришла мысль что это плохо и как раз на утро у нее у вас был уже сеанс я вечером поехала к внучке говорю это не хорошо это плохие да говорит я уже знаю я уже выбросила потому что они понимаете их призывали призывали это как работает это каждый человек создает в своем квантовом пространстве своего квантового никто там их не создает это не моно создала моно создала своих каждый своим воображением создает свои создает своих так работает наше пространство но потом когда это все обрело такую знаете массу критическую когда этих людей образовался эгрегор выползла это этот дух это этого всего я делал этот 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 квантовый шарик моно говорила я дело я конечно ничего там не чувствовала а моно говорит о хорошо тебе получилось вот намерные зацепка оттуда еще идет целый год уже а я только недавно узнала люди говорят о каких-то помощниках и сергей лиды муж звонил а он никак не мог освободиться или да никак не могла освободиться и говорит сергей что лиду перемкнула из-за того что у меня мой избранник мой будущий муж он еврей про я не поняла и что и что из-за того вот странно тоже очень странно конечно что душа призывается по своему генетическому коду и выстраивает свое тело по образцу по генетическому образцу своей души но вопрос не в этом а вопрос в том как один человек как одному человеку могут так вызвать такую ненависть абсолютно все евреи земли это сюда входят младенцы студенты дети домохозяйки ну и естественно эти коррумпированные монстры которые там на вершине этой пирамиды власти и которые там но они же там не одни там среди них есть и китайцы и русские и кого там только нет то есть это говорит о том что человеке нет энергии справедливости вообще в принципе и вообще он не дан для того чтобы я была целостной понимаете потому что вот тарас как только начал работать он нашел в свою она пришла и и и приведу творец просто привел к ней полтора месяца ёк после сеанса и именно когда я стараться начала работать в этот же в это же время я начала встречаться с моей родственной душой с которым я была уже знакома то это и мы начали вот эту плодотворную работу именно тогда мы видели как образуется вот этот кон целостности и вопрос это в светлом человеке может вызвать такую ярую ненависть чтобы такую откровенную клевету выдумывать или или это наоборот враг это дух врага который стремится вот тех душ которые спасаются из последних сил спасаются утащить да как нучка говорит бабушка у нас хочет убить ну вы говорим нет и а говорю почему папу маму не хочет братика нет вот их нас двоих хочет убить говорит а вот и руку мне сломали все говорить тебе авария была она так как начинает говорить сны и вот последние последний сон такой нож я уже наверно не сон я уже под утро вообще я вижу как с другой по дома с окна смотрит женщина и потом этот окно резко ко мне ближе и там как бы глаз оказался но я проснулась испугалась очень посмотрела сразу в окно ничего нету и уже было утро второй как бы внук внук не внук но он тянет сме от меня одеяло и говорить я очень замерз и лезет ко мне в кровать спать еще в зеркале я видела свое лицо как он как бы мраморный такой встреч не встреченным но с такими идущими полосками или как земля стресс но я не уже не помню такой некрасивый болезни вот первая и сейчас очень неплохо с головой мне кружится я как лежу на правую сторону если лягу не вся кровать кружится я останавливаю стоп своей воли тогда уже могу спать и даже на работе пошла один день а и вот этой маски с вечера нам уже надели на работе маски я побыла весь день на утро пошла все мне плохо и рвет просто рвет меня голова кружится поехала домой и да и теперь и чего и теперь еще есть такое кружи кружение эти звуки голове мне очень важно узнать ну как внучка говорить это тебе там эти сидят у компьютеров зубы портится волосы его здесь очень даже лисеют были два борта но второй был очень на большом сроке и мне не дали рожать врачи я делала очень на большом сроке хочу отменить вида вида вы еще не рассказали в костеле вы делали какую-то защиту о да да я я записала и позабыла да я шла ну там ну да в костеле я шла как бы после этих всех аварий всех так мне было плохо и ну как всегда это моя старшая сестра а это когда было это было недавно наверное 4 5 года лет назад недавно она что-то поговорить а мне прилипает всегда старшей сестре алтона вот она не как-то я теперь вот уже второй год не говорю с ней мне не нравится ее такие все как-то выка вырывает что-то мне не нравится я не говорю я и с ней не ругалась ничего она просто не говорю и я тогда услышала вот это ай думаю зацепкой и я поехала и там он что-то конечно наверное закрывался тут потому что он здесь что-то делал верху и говорить я за тебя и за все по даже не на себя и даже на внуков на детей на себя и на брата потому что он очень пьет ну я все от меня отказываюсь ничего не было ты в эфирном пространстве да хорошо тогда на счет треноги в эфирном пространстве эфирное тело виды вида 1 2 3 да я вижу она выглядит такой большой шар и так как то вот так покачивается под ну какое-то расстояние как пол такая идет полоса в секторе магии что то есть кто-то там проявляется правой рукой что-то она держит какая-то энергия в сектор программы жертвы вот сюда вот на голове какая-то штуковина похожая на черную шестяную корону которая сползла на прямо на глаза и вот так перед лицом какая-то маска какой-то чужое лицо и она тянется подключка в сектор магии и также в руках держит вот так шар энергетический вот на уровне сердечной чакры вот так вот держит хорошо и она вот так вот так интересно такой щелчок сейчас разберемся сейчас века считать эфирная днк видали это да это она спроси у нее разрешение на работу с ней для нее она разрешает хорошо спроси у нее видит ли она что происходит в ее пространстве она когда вы так она отодвинула эту черную маску а у нее вот с ресниц но такие две реснички здесь две естествия вот как сектор интерферентов такие черные подключки глаза по две штучки так что тебе бросается в глаза первые всего начать она показывает вот в ее глазах такие как две полосочки и они как-то вот связывается такие шарики вот здесь потом это связывается с тем шариком который она держит в руках и уже от этого шарик шарика такие четыре полосочки тянутся к интерферентам так хорошо может тогда сразу из интерферентов начнем да тогда приказывай всем интерферентам виды проявиться на нашем рабочем столе вижу какая-то рептилия вот так проползает как будто в такой норке лапами так вот как крокодил какой-то и выходит такой шарик считывается этот шарик как пространство когда это выползла штуковина но так странно она почему-то выглядит как-то неправдоподобно считывается как иллюзия и от этого идет она знаешь вот так вот как будто бы это зверюга села на кресло ногу за ногу типа вот домой пришло хозяин да и от этого тянется в сектор магии подключен так кто-то еще проявился в интерферентах у виды или пока это рептилия да только рептилия в сектор магии тянется да да тогда такой как ящерица такая вот она язычком да приказывай проявиться тому кто находится в секторе магии на другом конце этой подключки вижу это сеанс регрессии и вижу моно и у нее в руках вот этот шарик и вот на глазах шарики они оказывается это давно этим оказывается занимается надо ней стоит вот этот дух он как-то вот так вот как вот так вот голову повернул с такими крыльями ну как этот какой-то дракон в этом духе вот такой квадратик где сердечная чакра там экранчик с экранчика вижу вот так от глаз человека идут к этим шарикам он и такие лучи а этот дух через илью вот так говорит языком вот так вот считывается слышу иллюзия обман ясно так сейчас пусть вида покажет если у нее какой-то подписанный контракт с этим духом с этим ящерицей она тянется программе жертва вот это то что она вот так вот держит это все конструкция так хорошо тогда сейчас зайди туда или вытягивай из этой программы жертвы ту ситуацию которая там находится пусть вида покажет а то я вижу там звучит получите даром без усилий и я вижу такая ситуация вида идет такая маленькая возле ее дома стоит какая-то штуковина на жабу похоже вида идет такая маленькая как будто она сантиметров 30 и надеется на эту лягушку что она ей поможет в деньгах с деньгами это штуковина и я вижу что это лягушка она такая с такими как трещинами и это связано тоже с магией кто-то намагичил сейчас я посмотрю с этой маской то есть еще а тут тянется тоже через программу жертва а вот эта маска как потрескатая маска она как безволие бессилие давай потом рассмотрим давай пусть она отказывается от этого всего хорошо пусть сейчас вида своим теперешним сознанием зайдет в тот момент когда она приняла решение делать этот сеанс с моной вот откажется от него откажется принимать свое пространство этот шарик этого духа этого эту ящерицу пусть изменит эти свои решения я вижу что она начинает как бы разбирать я вижу как эти между ее руками про такие черные энергии про проскакивают и это она отказывается но это тоже завязано на этой всей магии еще вот проявилась эта тарелочка то есть когда она вот это вот делает у нее проявляется и маятник который вот между руками вот так и вот эта тарелочка вызывание духа вот этот дух с тарелкой на голове сверху вот вот тогда вот когда она это все увидела она как бросит это все этого шарика я отделяю светлую часть моно и ильи их светлую часть души а все остальное призываем карму и пусть антимир который закладывает светлая души получит всю карму за свое за то что она за свою ложь и и и из-за воздействия хорошо пусть вида отдает всю карму очищает свое пространство и поднимается вверх а я вижу что у нее вот между руками это все завязано как будто бы нити вот это все очищается уходит а вот эти нити вот вызывание духа дети вот пусть вида сейчас своим теперешним сознанием зайдет в тот момент когда она вызывала этого духа эти тарелочки вот и считай информацию что происходило на эфирном плане в этот момент я вижу что она буквально смотрит в эту тарелочку и я вижу вот этот глаз и также вот этот глаз это тот же глаз который она увидела в этом окне то есть это как напоминание проявляется так эта матрица срабатывает то есть как духовные вещи вот они все о себе дают знать в каких-то знаках в каких-то подстрастах хорошо пусть она сейчас своим теперешним сознанием откажется от этого своего решения вызывать этого духа пусть зайдет в этот момент она отказывается от этого духа и она бьет его так бьет бьет по голове разбивается эта тарелка и вот эти трещины на этой тарелке они сейчас проявляются у нее на лице это лицо с этой с этими трещинами она она как будто вот с этой тарелке сделано то есть это тот же самый материал и проявляется этот треугольник черный вот такой треугольник как маятник который вот к рукам у нее руки вот к этим вот меридианом как раз связано вот такие черные энергии и тянется в сектор интерферентов и я приказываю всем интерферентом и этому духу проявиться допустим интерференты этот дух проявится на нашем рабочем столе ну вот этот дух это не какое-то существо это энергия как квантовый монстр скажем так она сначала поползло как пиявка а потом превратилась в такого же духа похожего как у моноселья кто-то еще проявляется и проявляется вот этот дух и он вот так смотрит на себя подожди подожди и у него в сердечной чакре такая штуковина как вот так переливается вот такими как металлическая металл жидкий с читаем правой компьютер и он тянется вот к этому духу через глаза муны не глаза вот эти штуки импланты которые у нее на голове и тянутся прямо через илью через третий глаз по моему так и в этого духа а кроме этого духа никто больше не проявился хорошо тогда пусть вида сейчас покажет когда она впервые подключилась к этому духу пусть покажет этот момент ситуацию когда она вот я вижу делает эту тарелочку так и вот этот сразу и этот маякник вот пусть она покажет подписывали на в тот момент какой-то контракт с этим духом да подписывал пусть сейчас этот контракт проявится на нашем рабочем столе и ты считай информации какие условия слышу контроль и он через эту тарелочку вот через сердечную чакру как будто бы внутри пошел он притянулся вот на программу жертва на это притянулась еще вот это стучание в голове и вот эта магия вот это какая-то по моему это ее сестра с этой маской хорошо сейчас спроси у виды хочет ли она сейчас этот контракт расторгнуть да хорошо тогда пусть она своим теперешним сознанием зайдет в тот момент когда она его подписывала и расторгнет его я вижу как она берет эту красную энергию из сектора интерферентов где она подписывает вот контракт и передает сестре сектор магии сектор магии ее сестра в секторе магии находится она что с сестрой это делала вызывала духа да ну говорит что возможно да вроде сестрой вот потому что и это маска потресканная она тоже с этой сестрой связано сейчас все уходит сейчас уходит эта маска и она сбивает этого этого духа в жабе в этой все уходит хорошо она буквально как будто бы снимает вот такие перчатки красные из рук все это выталкивает и уходят эти меридианы я и говорю чтобы она очищала все свое личное пространство распространяла свет изнутри и демонтировала все эти чужеродные мертвые конструкции и вот все получается выходит вверх а это все уходит вниз я говорю ей чтобы она все это отсекала от себя и восстанавливала целостность всех своих энергоструктур так и пусть поднимается вверх она поднимается вверх и я говоришь и вот появляется вот где сектор миссии там какая-то и где вот фрактал к первотворцу вот оно все вот так тянется такая черная полоса от сектора интерферентов в сектор миссии так посмотрим что там в секторе миссии да да хорошо зайди в сектор миссии посмотри что там находится что там видно она показывает что это закрытый фрактал к первотворцу и она буквально вот так вот стучит стучит а там как бы никто не открывает и проявляется этот момент когда есть этот священник делает какую-то штуковину на голове вот проявилась вот эта корона которая свалилась как будто бы она вот такая знаешь вот такой величины огромная здесь какие-то зубья типа защита на типа защита а на самом деле это преграда своей собственной душе и к первотворцу вот сейчас вот мне идет что это по-украински безглузду бессмысленно а бессмыслица вот это да то есть а идет вот это здесь бессмыслица вот эти все ритуалы эзотерика это все здесь это гармония порядок люди думают что если они что-то придумают то это гармонично это будет работать так как они хотят но работает не так как кто-то хочет работает все так как она работает хорошо так пусть сейчас тогда вида своим теперешним сознанием зайдет в тот момент когда она приняла решение идти к этому священнику в этот костел и делать себе эту типа защиту пусть она отменит свое это решение я вижу что она отменяет но карму сестра тоже получает как говорится советую не советовать за каждое слово что мы советуем кому-то предлагаем что-то каждый в ответе за свою жизнь и за жизнь тех кому мы советуем вот я вижу как ее сестра получает карму и вида отдает это все этот священник он внизу в том портале весь черно-красном портале вот пусть она приказывает ему забрать эту корону все воздействия от него и последствия пусть карму отдает им от сектора миссии полилась какая-то ярко-красная энергия прямо рекой такой считай что это насчитывается как возмездие то есть вот эта энергия красно-черная со стороны интерферента он красный цвет такой сортливом бурячкового такого такой насыщенный винный цвет как вино как кровь а это такой красный прозрачный такой алый цвет а потом выливается энергия я слышу благородности она такая облагораживает все и после этого зачищает как и фракталы как гармоничные это все вот так красиво вот так они так ползут и все очищают хорошо пусть вида тоже очищает свое внутреннее после пространство от последствий всех этих контрактов поднимается вверх отдает всю карму и внешне сделала и сейчас я на нее смотрю а у нее вот так в ухе что-то есть и она вот так вот как будто бы есть что-то мешает там целая конструкция в ухе и в голове и внутри как будто бы какая-то такая вот такие прутики какие-то это имплант стоит и вот вот туда тянется так пусть она сейчас снимает этот имплант вложит на рабочий стол и приказывая века хозяину этого импланта проявиться на нашем рабочем столе появляется какая-то штуковина овальная энергии какие-то как кашка что-то такое синие черные серые и там какой-то как молоточек стучит тут 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 и это тянется дальше в сектор магии вот она вот это рассчитывается как контроль разума а в секторе магии я вижу что там какой-то силуэт похож на человеческий как будто сидеть за компьютером и стучит на клавишах компьютер светится так вот прикажи этому силуэту проявиться в соответствии с его эфирным днк в секторе магии который находится он вот так вот сделал как какой-то солдат генерал или генералу отдал честь какой-то военной спец спец слышу спец разведка приказывая ему отвечать что он делает в пространстве виды он говорит гипнотизируя я вижу какой-то кабинет похож на советский союз какие-то панели такие вероятно деревянного красноватого цвета и такой стол большой и вида там пришла девушка молодая такое платьице сидит скромненько вот так сейчас я хочу посмотреть что происходит на эфирном плане в этот момент а я слышу договор слышу разноситель я вижу что у нее в голове вот он смотрит на нее а у нее в голове вот такими черными глазами он смотрит на нее и у нее в голове появляются вот как горошин много-много шариков и такое впечатление что он ей вот так голову отрезал верхнюю часть верхняя часть такая как крышечка черная отдельно от ее головы и и между верхней частью и нижней между 6 и 7 чакры там вот эта конструкция как черные такие вот эти какие-то лабиринтики а под этой конструкции вот эти шарики маленькая бусинки много-много такой ну как пирог слой такой так ясно и у нее вот это вспомнить забыть вспомнить забыть она как-то вы так сразу открыть закрыть открыть закрыть закрыть то есть он и сломал работу внутреннего критика и он управляет встроил вот эту программу автоматического управления я сейчас посмотрю какая цель этого симптом я слышу разноситель разноситель чего счета информацию я вижу что от этой штуковины от этих шариков и от этой штуки появился такой у нее стержень он идет вот где гортань вот прямо по центру вот он и она вот идет насквозь вот прямо через первую чакру разворачивается и выходит вот к этому эгрегору это как сейчас я считаю как я говорила вот эта штуковина как краска она считывается как собиратель это как компьютер который собирает а она как разноситель сейчас я посмотрю он учитывается как разноситель идей она вот говорит говорит с кем-то и у нее из горла вот появляется такой просто гипнотический стержень такой же белый ну молочного цвета как вот здесь вот так выходит на конце шарик он там энергия высовывается и человек соглашается то есть она как бы гипнотизирует человек соглашается и вот так раз открывается у него подсознание потому что так это работает и заходит этот шарик внутри как глаз и вот начинает вот так вот смотреть туда 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 считывание информации так так а вот этот собиратель этот компьютер что он собирается читая информацию я слышу днк эфирные днк людей с которыми она общается я вижу что через этот компьютер она вот так вот все связано и тянется к мони и келье я слышу вот когда я вот пришла к мони и келье то она считывается контроль то есть одна система ясно хорошо хорошо века сейчас вернись к этому гипнотизеру который находится военный в секторе магии прикажи ему отвечать что он делает в пространстве гиды он какой-то офицер он говорит что он ее гипнотизирует что он ее вербует и показывает контракт вот пусть сейчас этот контракт проявится на нашем рабочем столе ты считай информацию какие его условия так что-то написано черными такими гипнотическими они гипнотического магическими буквами теков за корлючки какие-то служба и считывается служба и я вижу что как будто бы пчелка на лапках такую черную энергию приносит а также слышу а только энергии я вижу что она как бы служит и энергия от нее уходит уходит и от тех людей которые с которыми она общается то же самое она как я слышу вот эти звуки так как переключатели она слышу переключатель то есть она как бы с одного пространства в другой какой-то механизм там такой стоит вот черненький и такой щелчок производит как будто бы на тук тук хорошо считай какой скрытый смысл вот этого договора контракта появляется вот это ужасная энергия этот дух угрожающий уничтожить мир сейчас спроси у виды видит ли она какой контракт подписан какие его последствия условия и спроси да она видит это как-то связано вот я вижу эту это одна система кгб и фсб кп то есть я вижу две части вот как кгб это как выполняется черную работу как магия уже вот это английская разведка она тоже связана с этой русской то есть они совместно работают это одно целое а она уже как бы программное вот это все и уже идет здесь квант квантовые то есть здесь как бы человеческое вмешательство а вот это уже как глобальный компьютер ясно стоп вот это штуковина что я говорила вот это серое она зашевелилась и она и рассчитывается как амеба и она имеет появились такие все она так в таких усиках и но зашевелилась и я вижу что на физическом плане это вот заражение этой амебой вот это как раз и есть подключка это проявляется вот эта подключка так и я вижу что вот эти бактерии они как раз и являются физическим проявлением этого квантового механизма компьютера именно вот эти амебы да то есть эти амебы но я других не вижу я вижу это не именно эта бактерия может и вирусы так нужно смотреть вероятнее всего паразит он и есть паразит так ничего себе а считай информации вот остальные бактерии вирусы они тоже связаны с этим компьютером да вот почему в советском союзе паразитов нет как говорится проституции не было паразитов не было наркомании не было то есть это закрывалась типа ничего не вижу и знать и видеть не хочу чтобы люди не очищали а 95 процентов всех заболеваний именно от паразитарных инфекций а не опять процентов приходится на генетические более глубокие а вот я вижу это когда уже очень сильная идет подключка к этим рептилиям и идет изменение кода уже то есть уже заражение самого гена и 95 процентов это искусственно и я вижу как эти бактерии они работают по принципу как и вся вселенная то есть они забирают вот как частицы души энергию жизни буквально срут вот этими какашками черными энергиями и отравляют организм и вот и вижу это головокружение это как раз и связано вот с интоксикацией это я она считывается как магия насилия это все захват захват человеческого тела и души потому что туша и тело это неразрывная но не нельзя отрывать отдельно да потому что эфирное тело она как можно сказать это наше физическое тело внутри нашего эфирного тела это не граница нашего физик но тело мы находимся внутри внутри есть внутри есть много чего и наружу остальные тела и вот эти амебы они считываются амебы они как раз и собиратели это они как раз и собиратели и они как и излучатели то есть в большем масштабе в эфирном пространстве в эталонном пространстве вот энергетически это инфекция имеет вот от каждой этой амебки идет ниточка к одному этому скажем глобальному компьютеру эгрегору квантовому механизму можно называть кому как нравится идет в эфирном пространстве в большем проявлении так устроенное наше все пространство поэтому вот хранить себя в чистоте это очень актуально потому что то что на что мы смотрим то о чем мы думаем то что мы говорим оно как раз и проявляется и в нашей же реальности поэтому актуально вот беречь себя в святости то есть чистоте ясно так сейчас эта девушка в этом кабинете все очень хорошо поняла и она сидела вот так знаешь как скромненько ручки вот это и я вижу что это тоже идет такое от когда она занималась в детстве вот этими маятником так она как бы заблокировала свои связала свои вот эти меридианы с нижним порталом и это так сработало что ей руки буквально свело то есть она их положила в позу предательства себя то есть она сидит слушает и принимает потому что она чувствует свою вину и вот это именно чувство вины за то что она делала что-то неправильно и дает возможность этим кадрам влазить ей в голову и делать свои черные дела да ну сейчас спроси у виды осознала ли она все это какой контракт подписан и спроси хочет ли она сейчас его этот контракт расторгнуть своим теперешним сознанием да хорошо тогда пусть она зайдет в тот момент когда она его подписала и расторгнет его она его расторгает я вижу как она дает карму этим всем кто виноват буквально это в лицо этому капитану никто он такой военным военным он кадр считывается кадр вот и туда и я вижу как ее руки когда связаны вот так одним целом ее руки вот так продеты с этими магическими с магией с интерферентами и она разрывает расторгает этот контракт я говорю чтобы она приказывала пусть все виновные забирают немедленно о все эти воздействия психологические взлом пусть ответят карту пусть получат за взлом внутреннего критика так и все импланты пусть вот она просто этому военному отдает вот это все снимает себя а на физике она тоже так не не принимает я вижу что буквально она сняла вот с левой ноги сняла босоножек и вот как будто босоножек и его то каблучком по лбу хорошо все это уходит и она это отдает и вот там шарик этот в секторе жертвы вот это привязка к родительским блоком вот она обиженная стоит мама кричит вот внутри внутренний крик я говорю что у нас со всеми крючками и зацепками все отдавала и очищала все свое пространство и все эти воздействия последствия вот выходят с нее вот выходят эти поливаются эти шарики высыпаются считывается искусственный интеллект выходит и выходит эта вся конструкция синяя энергия нлп программирование уходит и она вот я вижу как просто вот так и тошнит и она вытаскивает вот это все прямо у нее как в пищеводе это энергия это все вытаскивает и отдает это все антимиру я говорю чтобы она сжигала все чужеродные энергии импланты программы все последствия этого контракта который ею был подписан пусть она это все сжигает в своем пространстве во внешнем пространстве и одновременно поднимается вверх пусть она готовится это сделать все я посчитаю до трех это все произойдет один два три она это делает я вижу что эта маска тянет ее вниз нас я приказываю вот и в сектор магии приказываю хозяину этой маски явиться немедленно на наш рабочий стол пусть проявится это ее сестра вот через ее сестру этот дух подбирает у нее энергию слышу слить и в секторе прописания программ я вижу как считывается слить слить добро то есть идет отбор творческой энергии и роста так хорошо пусть и в этот момент я вижу да как снова я увидела эту лягушку возле дома и она взорвалась вот и я вот говорю чтобы вида очистила она начинает вот летать туда-сюда туда-сюда это энергия как шаровая молния такой шарик я приказываю этому шарику лететь к хозяину пусть возвращается и она прилетела прямо в руки вот в руки ее сестры почему-то так пусть вида приказывает сестре забрать эту маску отдает ей все последствия и призывает силы кармы я вижу что и сестра делает ритуал вот эту жабу она купила из этих программ которые в ней уже работали на убыток ее сестра делает ей ритуал она что-то как будто бы рисует вот линии черные как будто бы замешивает то ли гнездо какое-то делает ну вот что-то вот такое то ли что-то вот такое делает ритуал короче и потом так пусто так ясно вот пусть сейчас я вижу что да да от нее идет такая вот подключка прямо к пятой чакре и как будто бы так вот сжал этот это кольцо вокруг шеи что даже кольцо внутри шеи так пусть вида приказывает сестре забрать это ее колдовство ритуал все его последствия и пусть призывает силы кармы за вмешательство в ее пространство и она это делает я вижу что этот ошейник на сестру оделся на шею и она превратилась в собаку она считывается как служитель темных как собака которая лает и ясно я говорю что бы приказываю чтобы как я звать а как то вот так алдону ого чтобы она забирала все те ее магические ритуалы все воздействия сознательные и несознательные и забирала карму и все последствия пусть себе забирает и очищая а вида пусть очищает все свое пространство отдает все последствия колдовство призывает карму и пусть поднимается вверх да мы отделяем чистую светлую часть алдоны от тех негативных программ и отдаем карму истинным создателям этих всех программ энергий пусть каждый в меру своей ответственности получит по заслугам и появляется какой-то молоток от сектора первоисточника выходит вот такой молоток считай что это то ли топорик то ли молоток сейчас посмотрим он тянется в сектор магии ручка здесь такой молоточек а здесь такой как гребешок похоже это вся конструкция на на такой топорик которым стучат а они рубят сейчас посмотрим что это такое считывается карма так карма за что кому причитается считай она как-то с одной стороны такое как программа как лед а с другой стороны такое черное как топор и оно считывается что она вот так бьет 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 а потом в один момент раз и отрубит вот этим черным она считывается как я вижу что это те люди которые вот полагаются на темных они же сами и ну это если так объяснить сами же и получают не от первого творца не от других людей а именно от своих же служителей и это 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 так я вижу что этот символ этого этого духа который держит на поводку собаку то есть человека который служит с собакой и лает на не таких как они то вот этот дух берет и когда человек отдает карму то вот этот дух вот так рубит по этой собаке то есть в мстится своим же служителю да да ясно и я вижу такая ситуация как люди нападают друг на друга и просто разъяренные такие все черные то есть те кто из сектора магии на тех кто из сектора интерферентов то есть нападают друг на друга и просто в разнос все пожирают а светлые вот так стоят сверху и смотрят вот там как бы в стороночке под охраной всевышнего ясно так с этим молотком сейчас что-то нужно делать топориком я говорю в виде что она что она хочет сделать она говорит что восстановить справедливость хорошо пусть он это сделает как она хочет это сделать пусть покажет она говорит прекратить лгать на свет и прекратить убивать свет также идет переброс кармы она говорит прекратить переброс кармы и вот так делает каждому свое идет разделение то есть туда туда люди туда один туда другие туда 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 и появилась снова вот это это амеба почему-то прозвучало как медуза так медуза энергетически это как одно и то же считывается как один материал и одна как губка которая вот так вот впитывает то есть она считывается как один источник так что вида хочет сделать с этой медузой вот это этот топор а перед этим топором появилась это символ этой штуковины как я говорила с кашкой как это бактерия этот эгрегор этот цифровой компьютер это как все одно и то же а перед этим появляется какая-то медуза такая аморфная штуковина но она такая более как вы как желеобраз но как медуза да вот вот и у этой медузы такие и и у нее жгутики черные один наш гуд такой как просто шланг в сектор магии и там такой вот считывается идет отток энергии с этого всего другие усилий как сектор интерферентов но они все вот так делают звук так как хвостом и считывается яд и считывается тоже я слышу уже несколько раз что вот это воплощенная медуза горгона это как раз физическое воплощение вот этих эфирных монстров то есть это кто она там была то она распространяла на наше в нашем эфирном пространстве и на физическом плане она как запечатлела как зафиксировала вот эти взаимодействия темные и она выглядит как будто вот мозг рисуют эти изображают как мостики между разными отделами мозга разными частями вот это все пространство как паутина и вот так вот перетянута и она такое больное она считывается как возмездие на противника я смотрю подумала какого противника что за и я вижу ситуацию какое-то как какие-то моряки смотрят на эту горгону это действительность и я может она точно была быть на физическом плане это такая морская змея с такой головой она показывала вот такую картинку что она как бы девушка но человек какой-то вы так смотрит чтобы когда мы смотрим на что-то то мы попадаем в эти пространства и считываем информацию и он считывает хочет как бы считать информацию понять кто это фактически обличить то есть вытащить на поверхность и как бы все разложить по полочкам и понять то сразу идет вот этот удар хвостом вот этот я прямо в глаз вот эти классы интересно ну что спроси у виды что она хочет сделать с этим молотком и медузой она хочет его уничтожить показывает вот так скручивает в этот такой ну как одежду выкручивает вот так и она это все хочет сделать и она это делает выкручивает какие-то капли стекают так что это за капли счета информации из этих капель образовываются какие-то сущности которые похожие на человеков только у них такие они как будто бы ножки ручки есть а на головах какие-то штуковины вот такие как будто бы это пенёк дерево только срез вот здесь а корни вот там сухие корни вот как будто бы какие-то деревянные человечки сейчас я считаю что это я приказываю одному вот словил 1 на физическом плане что это такое как он выглядит на физическом плане я вижу такое пространство вижу какая-то женщина у нее в голове вот такой бардак такие как змеи в голове такие вот с такими завитушками и она вот это в своем пространстве от мыслит думает и все он умеет так против первотворца такая идет посылы из головы вот эти сухие корни растут одно все время звучит как сухая пустыня смерть разрушение какая-то пустошь запустение вот такая какая-то странная но и как будто попадаешь мест где только мертвые деревья где нет ничего живого и вот эти фигурки бегут бегут вниз падают туда внешний портал а другой конец я вижу потому что она вот так вот его выкручивает и одни вот так бегут туда как капает как вот так с другой конец он светится вот так первотворцу и оттуда выходит такие светлые души живые а это все она считывается как эгрегор месть потому что светлые же никогда не мстят ни за что вот пусть видно сейчас этот эгрегор уничтожает она его уничтожила он полностью из выдавил из себя все светлое что там было а все темное вот это сжалось такой крючок как у этого геккона в одних ящериц не кружочек а вот и она туда уходит это ящерица это вот это ящерки вот эти вот это они же имеют этот вид такого как на голове какая-то фигня как топорик хорошие помощнички вам скажу отличную я принимаю это да я говорю виде чтобы она это все очистила и наконец-то я вижу ее душа вот так вот так открывается такой идет такая миссия и вот эти все остаточные энергии все рассыпаются и она освобождается я говорю чтобы она полностью восстанавливала целостность всех своих энергоструктур почистила все свое личное пространство наполнялось энергиями света вечной жизни гармонии здоровья успеха и вернула все частицы своей души с тех всех решений когда она делала решение против себя и против конов вселенной и вернула все всю свою энергию божественную себе и восстановила согласие с ее первичным совершенным днк да пусть она сейчас также найдет это это он своего эфирного днк и восстановит все свои тела физической эфирной в соответствии с этим эталоном пусть она готовится я посчитаю до 3 и все это произойдет один два три из нее как брызнула вот как рисуют но снимают фильмах как будто какие-то жуки и захватили кого-то и такая слюна или что-то вот это из нее вот это все как брызнула как такая слизь и все вот это как кашка с него это все как бы и она очищает полностью все свое пространство игры чтобы она все сжигала и отправляла все до последней молекулы и распространялась свет и сжигала в своем личном пространстве и в общем все чужеродное все эти конструкции подключки импланты чипы и всех этих бактерий и вирусов в своем физическом теле тоже и наполнялась гармонией и света так но я тебе скажу мои знаешь на кого похоже я вижу что я в таких рукавицах ты тоже мы в таких как скафандра скафандра и вот эту всю слизь нашего общего пространства это все градусе втроем это все отправляем в портал и поджигаем поджигают нефть которая разлилась и она все горит и и уходит в нижний портал и мы все пух и закрыли портал а сейчас о взлетаем же без обмундирования хорошо так посмотри на виду как сейчас и эфирное тело выглядит смеется у нее энергосфера такая прозрачная светящийся я и говорю чтобы она проверила еще раз и избавилась от всех подключек кто-то еще в секторе магии там какая-то энергия пока что-то вот так вот близь черная паруши ну так движется и тянется вот так проходит как бы сквозь ее энергосферу касательно вытаскиваем рабочий стол что-то вижу кто-то делает что-то вот такими руками запутывает такие нити а целительницы образ обрисовались колдуны плетут эти энергии жизненные заплетают чтобы человек не освободился потому что никому никаких целителей не нужно не бывает целителей помощников сам человек себе помощник освободиться можно только так как сделала только что ли да то есть найти тот момент где было принято какое-то неправильное решение отменить его убрать это не наполнится образно говоря перепрограммировать себя чужеродные энергии убрать свои вернуть и наполнится слышу торжеством жизнь хорошо так что вида хочет с этими целителями сделать сейчас они притягиваются на программу жертвы я говорю чтобы она вытаскивала тот крючок и зацепку когда она впервые получила эту программу жертвы и и пространство пусть она покажет эту ситуацию когда впервые программа жертвы и пространство появилась я вижу что это связано с рождением из передачи вот мать ее кормит где сосок у матери там вот эта булечка такая черная она считывается как перенять она смотрит заискивающим глаз но взглядом на маму она надеется в надежде что мать ее безгранично любит охранит но я вижу что мать не может оправдать ее доверие и что она чувствует этот момент вида считай несостоятельность безысходность потому что она видит и чувствует эти черные энергии ну пусть она тогда своим теперочным сознанием зайдет в этот момент проанализирует его и как-то изменит свое отношение да вот эти розовые энергии любви появляются то есть эти розовые очки даст подсознание закрывает вот эту ситуацию от понимания чтобы не развивать не раскручивать до конца потому что осознание придет страшное потому что тот кто направляется в сторону интерферентов тот всегда придет но к смерти есть только два выбора это жизнь и смерть и ребенок который воплощен сознание еще маленькое телесное сознание но подсознание знает все подсознание знает к чему эти подключки ведут конец это смерть то есть основа всего смерть и чтобы это не осознавать и не умереть преждевременно тогда закрывается подсознание сознание нет все хорошо я живой я живу вот мама здесь вот она меня любит вот этот процесс происходит закапывание головы в песок другими словами а задница всегда как готова под удар пусть видно она это меня еда она это видит я вижу что это вот ее миссия она встает с этого малюсенького ребеночка она снимается у нее спадает это пелена эти розовые энергии и получается она этот шарик который он связан вот от неё идет с одной стороны привязан к сектору интерферентов с другой стороны это как тянется к первотворцу и она это буквально сейчас раз вот так и раскусила и проявляется вот эта вся схема вот интерференты сектор магии а посредине ложь а ложь заключается в том она говорит не все хорошо все очень плохо я вижу как она буквально вот так стирает из себя вот эту черную маску и бросает ее в сектор магии маме высказывает эти и программа жертвы уходит и душа светлая часть души матери выходит я передаю информацию чтобы она соединялась от всех черных этих конструкций программ виде передаю чтобы она высказала все что она осознала сейчас отцу и матери и убрала все программы жертвы предательства из своего пространства все привязки между рано это делает да она это делает и сейчас я вижу она такая удивительная как начала сиять и у нее такие платья появились красивые и все сидя не вот так и седьмая чакра вот так сияет отлично и она пока разноцветная как радуга и она пришла села в сектор миссии это радужная эти радужные цвета они ушли все уходит вот это она там уже белая светящаяся как просто богиня пишет и вот сюда вот положила повесила пространство считай что она написала она написала свобода хорошо и она взлетает как ангел пространство так квартиру она показывает свою дома я вижу есть магия двери сейчас я посмотрю от левого нижнего угла к верхнему и к нижнему и вот так получается вот треугольник и черный как будто коврик черный магический и какая-то женщина как макраме плетет от этого коврика такую косичку вот плетет и задом идет сделает какой-то ритуал так прикажи этой женщине отвечать что она делает в пространстве виды зачем она это делает она так уменьшилась и так начала нормально говорить об этом пищать что она ее уничтожает и показывает на сектор миссии чтобы вида не освободилась она говорит что она заплетает ей путь я вижу все эти ситуации связанные вот авария какая-то такая вот понимаешь на кого-то был так улбу это 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 целый ряд всяких неприятностей так а спросил этой женщины кем она приходится в виде так куда-то она упала туда низко низко вот так вот тот магический портал не может выйти какая-то соседка ну все этого достаточно хорошо пусть теперь вида приказывает ей забрать это ее колдовство все последствия в тот момент было когда она увидела это этот глаз вот и вижу как она вот так подсознание сразу потому что магия притягивается на уже имеющиеся магические энергии в самом человеке вот наша методика позволяет очиститься очистить внутреннее пространство от этих всех зацепок чтобы человек стал совершенным и невосприимчивым гипнозу к магии любому чужеродному вмешательству и вот когда вида воспользовалась нашей методикой все и сработало она вот это смогла от этого всего отказаться и я вижу что зацепкой было это выкатилась из его головы этот синий шарик от этого нлп программирования он там и рассказывал какую-то ложь я говорю виде чтобы она приказывала этой ведьме забирать все ее колдовские воздействия и все последствия и чтобы вида вернула всю свою энергию благополучие радость счастье а все воздействия пустить последствия пусть забирает это видно и пусть вида призывает карму за эти воздействия и вторжение в ее пространство уже как люди еще не боятся зло творить что происходит это жуть вот эти энергии от интерферентов которыми вот пользуется это ведьма они на нее набросились это выглядит как будто бы вы так просто огонь и на голову и просто жрут ее ну заслужила возвращает себе свою энергию и я вижу как она очищает все свое пространство я бы лишь в она полностью уничтожила эту ведьму сожгла с ее пасть всеми воздействиями и все программы ей отдает и последствия года и закрывает все порталы а все свое личное пространство все что касается ее рука ее разум пусть наполняет светом достатком здоровьем гармонии вот она и все какую-то квартиру чисто еще врешь чтобы она очистила все свое личное и общее пространство и ее личное и общее пространство это пространство ее детей и и внуков и ира пусть она гармонизирует все что чем она связана вот и пусть кстати она передаст информацию своим внукам своим детям и окончательно еще с какого-то измерения высыпается эти горошинки с его головы я говорю чтобы она восстановила целостность всех своих энергоструктур и физического эфирного днк и очистила все свои чакры сейчас чтобы она мне показывала вот седьмую шестую чакры от чужеродных воздействий поломок и восстановила абсолютную целостность и гармонии да она все это и чувство вины она убирает и появляется сильное чувство вины из-за этого аборта да да она она говорила что у нее два аборта было один на позднем сроке вот пусть она покажет где эти души находятся или это одна душа она отменяет эти аборты две души хорошо и отделяет эти негативные воздействия от них я говорю чтобы она полностью отменила ой такой ужас пусть она свои решения отменит делать эти аборты я вижу что приходит время когда каждый кто поступал не по-человечески получит по заслугам я вижу как этот крик и это боль и карма за аборт идет на этого доктора она просто ему вот так вот ляп на него это все и и второй она отменяет тоже и вижу как все уходит вот эти болезни уходит я говорю чтобы она очистила себя полностью от всех чувства вины и пусть отдаст карму за обман ложь в которую ее вовлекли эти темные все пусть они понесут форму со все ее неправильные решения а от первого творца вот кому нужно отдавать всегда карму от первого творца как пошла такая светлая энергия которая буквально все никто никого там не не убивает каждый сам себя судит своими поступками своими решениями энергия света распространяется и очищает это пространство хорошо хорошо века посмотри сейчас на эфирные тела виды опиши как сейчас она выглядит а что-то еще нужно разобрать у нее вот где живот она как будто бы беременна и говорит что она беременна солнцем так что это значит пусть она покажет сейчас я говорю и что она должна сделать и она и выражает что это за солнце рассчитывается какое-то лицо вижу красивая юноша какой-то очень красивый он называет ее мамой так что это за юноша он сейчас воплощен на физическом плане пусть она покажет да да кем он ей приходится спроси у нее она говорит сын она вот так его родила прямо солнце такое и вот так сектор первого творца это ее сын так я говорю чтобы она передала информацию ему о своем освобождении пусть передает до своим сыновьям ну всем всем своим родственникам кому она хочет передать информацию кого она зачитывала вот и пусть эту информацию она оставит в эфирном пространстве для всех да она это делает хорошо также века пусть вида эту информацию передаст в свое родовое древо каждому кто там находится и посмотрит есть ли там какие-то искажения если есть пусть исправит она как будто обруч сняла себя такой ржавый металлический выбросила в портан хорошо и сама как будто превращается в солнце ну правильно солнце рождает солнце да так хорошо века спроси сейчас у виды все ли мы для нее сделали сегодня на этом сеансе да да но я тебе скажу у меня слов знаю знаю я вот это смотрю и удивляюсь ну а лады и к давай будем выходить Прощаемся с видой. Да. Отсоединись от всех и от всего. Проверяй пространство. Вокруг себя все ли чисто. Будем выходить. Да. Сейчас я посчитаю от одного до трех. И ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Один, два, три. Открываем глаза. И вот про эту маску, так, когда перед сестре было, мы как здесь жили, я в одном доме с ней жила раньше, здесь, в Англии. И кот такой приходил, а, и эту я статуэтку поставила во двор. И она там, такие двери большие, и она сидела в кухне и говорит, мне какую неделю уже, вот, кот приходит и смотрит на меня, говорит, что-то он хочет мне сказать. И потом, она очистила канализацию во дворе, этот люк открыла, там лили какую-то, там, не знаю, химию какую-то. И она посмотрела ей, лицо все сожгло, лицо все, вся, все лицо. После этого, вот. И она носила маску целый год. И вот, не знаю, что-то там, или связано. А потом, после месяца мне авария была сразу. Связано, связано, потому что, если человек подключен к каким-то темным духам и не проявляет любви к ближним, а проявляет зависть или какие-то вот темные, такие чувства, то этот дух автоматически, вот эти манипуляторы, завистники, они же, этот дух, если не контролировать в себе, не подавлять, то это приводит к сумасшествию, потому что он берет верх над человеком. Мы должны контролировать себя. Так что, это не то, что там она там, это автоматически работает. Она там может что-то подумать, даже если люди такие желают что-то. И обычно такие люди стараются что-то подарить, что-то хорошего желать. Тогда вопрос, а что ты желаешь, их нужно останавливать, если этого у тебя нет. Желать это поделиться. Если ты желаешь счастья, ну так давай своим поделись. А что, какой, а они чем делятся? Они делятся тем, что у них есть. Вот этой мерзостью, которая в них внутри, которую они одобряют. Потому что теми поступками, которые мы делаем, мы или отвергаем духа, или наоборот его принимаем. Если человек лжет, если человек проявляет ненависть, какой дух в нем живет? Этот человек похож на канализацию, которую вы рассказываете, который вокруг себя только брызгает отравой. Продолжение следует...